Славься страна, мы гордимся тобой. Вот так с пения гимна России начинают еженедельный урок разговора о важном в начальных классах 53-й Барнаульской школы. После – интерактивные задания. На этот раз детям нужно правильно определить род войск и рассказать о защитниках. Они нас защищают, пока мы спокойно спим. Тематика занятий, которые ввели с этого учебного года, не только развитие патриотизма, но и знакомство с историей, традициями и культурным наследием страны, рассказывает учитель. Детям новый урок нравится, но родители поначалу отнеслись к нему настороженно. Когда ввели для детей, родители очень много задавали вопросов, а что же они там будут изучать, что это за внеурочная деятельность. И сейчас есть как раз возможность для родителей тоже включиться в эту деятельность. Министерство просвещения уже одобрило разговоры для родителей. Беседовать о важном с ними, скорее всего, начнут со следующего учебного года. Правда, пока ведомство определяется с форматом и содержанием встреч. Возможно, важные разговоры будут вести во время родительских собраний или в мессенджерах онлайн. Учителя 53-й школы призывают не отказываться от них, поскольку такие занятия, по их мнению, позволят родителям быть в курсе основных тенденций в стране и не отставать от подрастающего поколения. Мы же сейчас с вами каждый день в новостях видим, как часто обманывают взрослых людей. И дети приходят из дома и говорят о том, что, а вот если бы вы нашим родителям это рассказали, вот это было бы интересно. Формат онлайн был бы очень удобен. Формат онлайн и формат где-то примерно минут 20-30. Почему? Потому что все люди работают, они заняты. И очень удобно, чтобы была платформа, на которую можно было зайти, посмотреть интересующие материалы, ставить свой отзыв. А если это практическое занятие, которое нужно отработать самостоятельно или с ребенком, то точно так же, как у детей, есть интерактивные задания, которые очень интересны для них. То же самое можно было сделать и для родителей. Не исключено, что основной акцент во время разговоров с отцами и матерями будет сделан на патриотизме. Чтобы и чувство патриотизма в одну, так скажем, линию выстраивалось, одна была позиция и у ребенка, и у родителя. Это очень важно, потому что если в школе говорят одно, а дома говорят другое, у ребенка много вопросов в голове. Он должен отвечать на эти вопросы. Но если родитель считает себя настоящим гражданином той страны, в которой он живет, он должен поддерживать те воспитательные аспекты, которые сейчас в школе на уровне государства. Нужно уже выделять время, выделять на детей, встречаться друг с другом, становиться единством. То есть такие уроки, они способны объединить? Да, я думаю, что да. Вот как раз-таки этого не хватает. Учителя осознают, что важные разговоры далеко не всех родителей объединят. Так, практика тех же школьных собраний показывает, что их регулярно посещает не больше 30% мам и пап. Но брать на карандаш родителей прогульщиков педагоги считают неправильно. Ну, под плюс, я думаю, минус родителей брать не нужно. Может быть, как-то на уровне государства самых-самых активных родителей поощрять. Может быть, Всероссийская доска почета самых активных родителей в разговорах о важном. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком.